Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Я очень давно не снимала сюда полезных мастер-классов. У меня родилась идея замечательная, которая будет полезна именно тем, у кого есть декоративная косметика, кто пользуется ей. Это будет лоскутная косметичка. Да, вот так вот. Сегодня вот такой вот мастер-класс простой. Летом я уже сшила свою лоскутную косметичку. Она выглядит вот таким образом. Мастер-классы я не снимала, просто снимала процессы. Это можно увидеть в коротких видео. Эта косметичка у меня получилась очень большой. В ней хранится вся косметика, которой я пользуюсь на ежедневной основе и если вдруг мне нужно какой-то яркий макияж сделать. Главная задача в сегодняшнем пошиве сделать косметичку миниатюрной, объемной и чтобы она не снимала много места в моей сумке. Чтобы можно было ее взять, например, и где-то подкорректировать свой макияж, если ты не находишься дома. И вторая задача на сегодняшний пошив это сшить ее из обрезков, которые остались у меня от предыдущих проектов. Совсем недавно я сшила себе вот такую вот лоскутную сумочку. Выглядит она вот таким вот образом. Я ее полностью сшила. У меня даже тут заготовочки есть. Я ее полностью сшила из обрезков. Эта идея мне очень понравилась. То, что обрезки потихонечку уходят. И поэтому я решила в сегодняшнем пошиве эту идею использовать. Но прежде чем начать, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк этому видео, ведь это очень важно для меня и моего канала. Ну и, конечно, если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, и я на них отвечу. А теперь давайте начнем. Для пошива понадобятся выкройки. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. Сделала две выкройки для цельнокройной косметички и для косметички, если вы вдруг ее будете делать так же, как и я, лоскутный. Помимо этого, нам понадобится молния размером 28 см. У меня ее не было, поэтому я буду ее укорачивать. Также понадобится наполнитель. У меня джули текс плотностью 150 грамм на квадратный метр, но лучше взять потоньше. Также ссылочку оставлю, где его можно приобрести. И, конечно, нужна будет ткань для внутренней части. Как я уже сказала, что шить я буду из остатков, из обрезков, которые у меня остались от проектов. У меня остались вот такие маленькие квадраты, и я буду плясать от них, как говорится. Они у меня будут основные, и к ним я буду просто подбирать также из остатков нужные оттенки. Как у меня будет лоскутная часть, вот так вот она будет выглядеть у меня получается. Нужно будет по 6 полос, 6 деталей лоскутных, и между ними я буду соединять полосками другой ткани. Лоскутную часть вы можете сделать любой по вашему желанию, либо сделать как у меня. У меня квадраты здесь 3,5 см. И я просто попарно их теперь сшиваю на машинке. Припуски далее разочуживаю в разные стороны. Теперь мне нужно это все будет соединить. Фиксирую булавками и соединяю вот в такие детали. Припуски надо будет тоже разочужить в разные стороны. Когда лоскутные детали готовы, я сейчас буду соединять это все в единые вот эти вот тоже детали. Единый лоскутный топ. Припуски я уже заутюживаю на сторону полос. Теперь необходимо это все будет выровнять до нужного нам размера. Далее нам нужно будет раскроить детали, оставшиеся детали косметички, дно косметички, детали, к которым втачивается молния. Единственное то, что вот на вот этих деталях, которые будут сверху пришиваться, и на деталях дна я подрежу припуски. В выкройках припуск идет один сантиметр, а у меня, так как это лоскутная часть, и соответственно в лоскутной части у меня был припуск 1,4 дюйма, соответственно я подрезаю здесь тоже припуск, чтобы у меня был 1,4 дюйма. И далее просто выкраиваю все детали, которые мне нужны. Обязательно делаю метки центра. Вот эти детали я буду кроить с запасом, потому что мы их будем стягать, и соответственно может при стежке дать усадку деталь, поэтому лучше сначала сделать это все с запасом, а потом просто это все уже вырезать по шаблону. Таких деталей мне нужно будет 2 штуки из основной ткани. Выкраиваю язычок косметички из основной. На данном этапе получается столько деталей, и вот еще вот эти боковины. Теперь берем наш язычок, складываем пополам и прокладываем строчку по длинной стороне. Припуск разутюживаем в разные стороны и деталь выворачиваем. Шов располагаем по центру и приутюживаем. Прокладываем строчку на ширине, отделочную строчку 1-2 мм от края. Теперь берем нашу лоскутную часть, я нахожу центр, вкладываю, у меня получилось то, что центр уйдет именно в шов. И также беру деталь, к которой будет втачиваться молния. Совмещаю центр и также вот я все это соединяю. Таким образом я фиксирую все детали, которые нужно будет на данном этапе пришить. Прокладываю строчку на ширине припуска, в данном случае у меня 0,7 мм. Припуски я разутюживаю в разные стороны на всех швах. И вот в этих местах я сделала надрезы небольшие, не доходя до нашего шва, примерно на 1-2 мм. Для того, чтобы вот припуск вот так вот вывернуть, потому что он нам еще в дальнейшем понадобится. Далее беру наполнитель, вкладываю лоскутный топ на наполнитель. Можно предварительно зафиксировать булавками и нужно будет это все дело простегать. Если вы стягаете впервые, то конечно лучше сделать разметку, чтобы у вас был ориентир. Я делаю разметку, потому что здесь очень много прямых линий, чтобы у меня не получилось криво. И на моменте стежки я все-таки решила поменять немножечко рисунок на именно лоскутной части. Буду стягать его по диагонали. Опять же, если вы впервые стягаете, то конечно лучше проложить линии и по ним стягать. Стягаю обычной лапкой. Если вы новичок, то лучше конечно использовать шагающую лапку. Стягать можете любой рисунок, который вам нравится. Также я простегала детали боковины и уже вырезала их по шаблону. И также сделала метки центра. Из подкладочной ткани я также выкрила две детали эти. И основную деталь тоже из подкладочной ткани. Нам деталь подклада не понадобится пока. Берем нашу молнию. Она должна быть предварительно продекотирована. У меня она длинная, поэтому я ее буду укорачивать. Укладываем лицевой стороной молнию к длинному срезу нашей косметички. И далее поверх мы кладем лицевой стороной вниз на молнию деталь подклада. Все три слоя мы фиксируем булавками. Прокладываем строчку на ширине 1 см от края. Вначале и в конце мы делаем закрепки. Припуски я заучужила с одной и с другой стороны. И теперь нужно сделать отделочную строчку на расстоянии 1-2 мм от нашего вот этого сгиба. Строчку проложила и теперь нужно будет соединить другую часть детали. Кладем лицевой стороной молнию. На деталях косметички и на молнии я нашла центр. Совмещаю метки. И далее на изнаночную сторону молнии кладу лицевой стороной вниз деталь подклада. Тоже совмещаю метки. Все это фиксирую булавками. И у вас должно получиться так. Деталь подклада лицом к лицу должны друг к другу быть. И сама косметичка, лицевая часть друг к другу. Прокладываю строчку на ширине 1 см от края. И в начале и в конце делаю закрепки. Также припуск я заутюживаю и делаю отделочную строчку. Молнию я укоротила. И вот в этих местах на концах я убрала зубчики на ширине припуска. Припуск у нас 1 см. Соответственно я убрала молнию 1 см с каждого края. Теперь берем нашу деталь боковины. Укладываем лицом к лицу. На боковину кладем деталь косметички лицом друг к другу. И берем деталь подклада тоже лицом вниз. Мы укладываем на косметичку. Все три слоя фиксируем булавками. На данном этапе очень важно не забыть положить язычок. Язычок мы складываем пополам. И размещаем его в центре нашей боковины. Между лицевыми сторонами именно косметички. Фиксирую булавками, чтобы он у меня не сместился. То же самое я делаю с другой стороны. Далее идем к машинке. И прокладываем строчку на ширине 1 см от края. Вначале и в конце делаем закрепки. Когда строчку проложили, нужно срезать припуск. Именно который идет с наполнителем. Примерно на 3-4 мм. Затем делаем отстрочку на расстоянии 1-2 мм от нашего шва. Выворачиваем косметичку на изнаночную сторону. На этом этапе не забудьте расстегнуть косметичку. На дне косметички, если вдруг у вас стерлась метка, как у меня, снова находим середину. Для этого я складываю детали пополам. И с одной и с другой стороны я просто отмечаю центр нашей будущей косметички. Теперь совмещаем наши центры и фиксируем булавками. В местах сгиба мы делаем надсечки, не доходя до 1 см. То есть примерно на расстоянии 7-8 мм от края. Потому что припуск у нас идет 1 см. Чтобы у нас не было потом никаких дырок, не нужных нам. Это делать нужно аккуратно именно на этом расстоянии. Все это фиксируем булавками. Если вы только первый раз шьете такую косметичку и округление, то, конечно, лучше сметать. Я сметывать не буду, поэтому я просто сразу прокладываю строчку на ширине припуска. 1 см от края. В начале и в конце делаю закрепки. Что с одной, что с другой стороны. После того, как мы строчку проложили, я беру косую бейку, складываю один край косой бейки, подгибаю его. И далее бейку лицевой стороной прикладываю к одной из сторон косметички. К нашему срезу. И строчку прокладываю по этой строчке, которая у нас уже имеется. Так с одной и с другой стороны. В начале и в конце делаю закрепки. Когда строчку проложили, косую бейку я подгибаю. На данном этапе можно еще срезать припуски примерно до 5 мм. Так как толщина большая, поэтому можно срезать. Подгибаю и вручную подшиваю косую бейку. Делаю в этого косметички. Она у нас получается вот такая. И я еще решила, что нужно пришить свой логотип вот сюда. Такая косметичка у нас получается.